Здравствуйте! С вами Вероника Поливкина. Сегодняшний ролик будет посвящен формированию винограда и расскажет нам об этом Пётр Петрович Данилюк, основатель питомника виноград Ульяновска, который знает о винограде всё и даже больше. В разных сортов винограда разная сила роста. Если взять амурский вид винограда, то он первые годы очень плохо стартует. То есть он приживается, маленький остаётся, но потом разгоняется и кусты занимают очень даже большую территорию. Больше, чем вот эти столовые обычные. Но в детстве этот сорт ведёт себя очень слабо. Но берём стандартные, которые сейчас современные сорта, они сильно рослые. И как правило вот так сажаем. Здесь у нас идёт один ствол и можно один стволом вести. Но поскольку он сильно растёт, то я разрешил ему расти. То есть вот идёт стволик, мы когда посадили, один. И второй хочет расти. Мы его прищипываем. Видите, вот здесь прищипнули. И даём возможность этому разогнаться, одному побегу. И когда смотрим, что он хорошо идёт, мы разрешаем расти второму побегу. Для того, чтобы нарастить массу. И в данном случае у нас получилось, что вот есть один ствол выходит, который мы потом обрежем. Вот. И он уже вызревает. И он довольно-таки толстенький. Вот. А тут он расходится на два. Видите, сколько листвы получилось? Вон, много. Это всё работает на корневую систему. То есть в этом саженце огромная корневая система. И на следующий год, если вот даже этот можно было бы вот так оставить, то он уже даст плоды. Но мы это делаем только для себя, чтобы посмотреть первый сигнальный урожай. А вам советуем его вот так вот осенью обрезать. Вот. На 2-4 почки. Вот так прямо. Это саженец первого года посадки. Вырастает за летом вот таким одним большим побегом. Возможно, если хорошо растёт, можно в два побега вырастить. Вот. Потом осенью вот так обрезаем и засыпаем землю. То есть и первый побег, и второй вырезаем? Да. Вот так обрезаем. Вот. Надо побегать. Оставляем только две почки вот эти. Вот так обрезаем ножницы. Тут на 2 обрежешь, и то столько. И получится, что вот здесь вот начнёт расти. А нам это не надо. Нам нужно, чтобы голова куста была. Чтобы она была компактная. Из-за этого мы просто коротко обрезаем. И чем мы короче режем, тем сильнее он растёт. Я уже неоднократно говорил в своих роликах. Если мы вот так вот берём два саженца. Один обрезаем коротко, а второй обрезаем верхушку только. На следующий год вот здесь вот вырастет 20 сантиметров. А то, что коротко обрезали, вырастет 2 метра. А весной уже происходит корреляция. То есть корневая система начинает расти. И начинает вот эту вот почку просыпать и толкать побег. И она толкает настолько, насколько хватает силы корня. И она будет нормально расти. А если мы нагрузку вот побегами сделаем такую большую, то корни не справляются. И тут получается мышиные хвостики. И ничего не вырастет. То есть давайте ещё раз. Правильно я поняла. Первый год нам важно как можно больше нарастить сначала зелёную массу. Чтобы она вырастила нам хорошие корни. И всю эту зелёную массу мы убираем. И хороший корень на следующий год уже даёт нам сильные побеги. Да. И мы на следующий год стараемся оставить 2 метра. Следующий год, значит, обрезанный вот, видите, вот стволик был такой, на 2-3 почки обрезанный. И вот это будет голова куста. На нём мы выращиваем 2 побега. Но, опять же, рядышком смотрю и 3, и 4 есть. Вот так вот вам нужно в открытом грунте. Лучше 2 побега вырастить, чтобы они стремительно доросли на высоту 2 метра. Для этого мы выращиваем там 1 или 2 побега. Вот смотрите. Весна наступила. Если мы оставляем много побегов, они будут, то что корень даёт, распределяться на эти все точки роста, вот эти гормоны. Вот. И все будут расти по чуть-чуть. Вот. Но нам нужно, чтобы они быстро выросли, чтобы время было у них для вызревания лозы. Для этого мы оставляем 2 побега, вот, как бы 2 точки роста. И вот эти гормоны, которые там формируются, они идут только в 2 точки роста. Эти побеги, вот эти, они быстро начинают расти, дорастают до высоты 2 метра. Буквально в мае. Вот. И потом с мая до октября у них вот столько времени, чтобы вызреть. Ну, пасынки мы оставляем. Они же обрастут пасынками. Да. Мы прищипываем, чтобы они буйно не росли. Потому что, если мы оставим пасынки, вот это будет, сама лоза будет утолщаться. Пасынкам мы регулируем толщину вот этих вот лоз или побегов. Вот. И пасынки, чтобы они не распыляли питательные вещества, мы их прищипываем, чтобы стремительно, говорю, дорасти до верху. И вот если... Стоп. Над какой почкой, над каким листом пасынки мы прищипываем? Вот когда он растет, мы пасынки убираем просто, чтобы энергия роста не шла в пасынки, а шла вот именно в верхнюю точку роста. Вот. Из-за этого вот буйно так растет, допустим, мы раз его и прищипнули там или вообще укоротили. Вот здесь вот очень хорошо видно, что такое пасына. Вот в пазухе листа есть спящая почка, зимующая. Вот. Под ней идет пасынок. Вот этот пасынок мы прищипывали один раз, потом вот пошел вторичный там. Вот. Мы здесь второй раз прищипнули. Вот это уже сейчас на осень вот такие еще как бы вторичные пасынки выросли. Вот. Их вот так вот просто делали в свое время, чтобы они сильно не росли. А вот эти листья, они работают на куст. Они полезные. Вот. Пасынки можно выламывать только те, которые буйно растут. Прищипнуть, чтобы укоротить их буйность. Вот такие большие побеги, это уже можно с них на следующий год получить хороший урожай. До 15 килограмм с куста. Вот. Их можно вот так вот обрезать. Ну, я обычно обрезаю вот до середины. Ну, вот так вот если взять его. Кстати, чтобы лучше вызревала лоза, я сейчас рассказываю. Временно можно поменять поляризацию. То есть, вот он привык так расти. Вы вот так его ложите на проволоку. Для него это стресс. И он начинает интенсивнее вызревать. И также можно их обрабатывать монофосфатом калия. Или специальным удобрением с повышенными дозами фосфора и калия. Без азота. По листу. Израильское изобрение нутривант есть. Вот мы применяем. Просто по листьям обрабатываем. Или я говорю монофосфатом калия. Или некоторые еще даже калием посыпают. Если дожди идут, калий вымывается. То, чтобы его восстанавливать, просто обсыпают калием. Вот этим порошком красным. Мы вот так вот, допустим, берем. И вот видите, куст растет. Вот так вот обрезаем уже здесь. То есть, что до этого куста дошел. Ну, если у нас один куст, давайте в метрах. Примерно метр, да? Примерно, да. Ну, я на полтора метра сажал их. Вот на полтора метра обрезаем. До соседнего центра куста. Вот. Значит, мы куст от куста можем сажать на полтора метра. В данном случае, да. Потому что у нас двухплоскостная шпалера. Получится здесь полтора метра. И с той стороны. И получится общая площадь шпалеры на куст на один. Три метра. Вот. Из-за того, что две плоскости. Вот. А так я советую три метра на куст давать. Все-таки. Если три метра, то, соответственно, вот этот... Если он вызрел, то можно до соседнего и три метра оставить. Или хотя бы два. Так. Осенью обрезаем вот так вот побеги. Этот и этот. И они уже будут как лоза плодоношения на будущий год. Так. Укрываем их на зиму. Пришпиливаем там, засыпаем, накрываем. Весной его поднимаем и подвязываем на проволоку. Вот здесь все побеги, которые пойдут, их обламываем. Чтобы это был рукав такой гладкий. Вот. А вот с этих почек, которые на проволоке, вот, 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 пойдут побеги уже с гроздями. И мы их оставляем на плодоношение уже. Вот. С головой куста пойдут еще побеги. Мы тогда оставим еще два здесь. Для формирования еще дополнительных третьего и четвертого рукава. То есть вот здесь пойдут побегов много. Мы все обламываем, оставляем только еще два. А здесь уже получаем урожай. После урожая мы эту ветку всю срезаем? После урожая, вот, допустим, здесь будет побег первый, сильный. Мы его оставляем, а за ним обрезаем все, вот, это. На замещение. Вот. И в последующем вот это первое будет ложиться на замещение, а это уже не будет. И опять с них пойдут. То есть каждый год от головы куста у нас все дальше, дальше, дальше будет. Это так кажется, на самом деле нет. Вы можете потом на следующий год раз и отсюда вырастить побег на старой древесине. Можно сучок оставить, на котором будут побеги расти, а вы их обломаете. Потом здесь можно через 7 лет вот этот рукав надо поменять. Вы вырастите побег вот такой вот. И оставите его на плодоношение побег. И замените. Старый уберете, а этот раз и положили. И на нем опять все красиво будет.